В дни празднования 90-летия округа в Наринмаре прошел первый российский фестиваль еды и культуры тундры. Уникальный в своем роде тундрафест – это способ рассказать о гастрономическом многообразии тундрового края и его культуре. Тему продолжит моя коллега Екатерина Дементьева. В рамках фестиваля прошло множество мероприятий от дегустации блюд до проведения мастер-классов по их приготовлению. На гастрономический праздник приехало немало гостей из Архангельской и Вологодской областей, Республик Коми, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края. Но и местные повара не остались в стороне. С их участием провели конкурс «Битва ресторанов», который прошел в двух номинациях – «Лучший ресторан» и «Лучшее заведение общественного питания». На первом этапе испытаний за конкурсантов голосовали пользователи интернета, выбрав по три претендента в каждой номинации. А вот второй этап оказался куда сложнее и интереснее. Несколько дней квалифицированные эксперты ходили по ресторанам и местам общественного питания и в качестве тайных покупателей оценивали оформление блюд, их вкусовые качества, обслуживание и многое другое. Я, конечно, оценивала и подачу. Например, начиная от того, что есть ли на тарелке какие-то несъедобные элементы. То есть часто для украшения блюд используются такие детали, которые потом невозможно съесть. Для меня это большой минус, но для меня лично. То есть я считаю, что если на тарелке что-то лежит, все должно быть съедобным. Начиная от цветов, какой-то травы, может быть лист какого-то экзотического растения, на котором что-то подается. Я не про сегодняшнюю дегустацию оцениваю. Вот, поэтому вот это, например, я оценивала, насколько съедобно все, что подается. Насколько соответствует посуда тому блюду, которое подается на этой посуде. Ну и, конечно, степень приготовления, насколько там пересушены, например, или не пересушены щучьи котлеты. Насколько уместна подача того или иного соуса или, наоборот, отсутствие этого соуса. Для того, чтобы не возникло подозрений в необъективности оценки, организаторы пригласили независимых экспертов из Москвы. А жителей столицы, как известно, удивить непросто. Впрочем, именно это удалось сделать всем претендентам на высокое звание. Мне, как творческому человеку, всегда интересна подача. Как оформлено блюдо, как оно смотрится в целом на тарелке, насколько оно гармонирует с столовыми приборами, с, собственно, со всем остальным. Поэтому, не знаю, все, что я увидела, это на высшем уровне, не знаю, то есть это не хуже отнюдь, чем, я не знаю, в каких-то московских дорогих ресторанах. Нинецкая земля богата уникальными вкусами и запахами. Привычные в рационе питания продукты для жителей Заполярья не могли не произвести впечатления на экспертов. После долгих трапез, признаются столичные гости, потрясающее послевкусие еще надолго останется в памяти каждого. Я оленину, когда пробовал в Москве, она мне нигде не нравилась. Ну вот, а здесь она везде совершенно изумительно готовится, совершенно изумительно подается. И я понял, что, ну, вот именно вот такую оленину, как бы, я любую, ну, хочу есть. Вот, это, ну, все вкусно и все прекрасно. Результаты конкурса «Битва ресторанов» подвели 15 сентября во время гастрономического фестиваля «Тундра». Наибольшее количество баллов в номинации «Лучшее заведение общественного питания» набрала пиццерия «Дон Пепперон», а в номинации «Лучший ресторан» победу одержал фрегат «Пустозерский». К битве ресторанов мы не готовились. Почему? Только потому, что у нас бизнес же не останавливается в любом случае. Гости к нам ходят, и это все получилось достаточно спонтанно. Участники, я считаю, участников всех достойными. То есть, все рестораны с Полярной столицы, Тиман, все абсолютно разные, но все на достойном уровне. Победители «Битвы ресторанов» получили денежные сертификаты на приобретение необходимого оборудования. Ну, а в планах организаторов сделать гастрофестиваль традиционным. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...